здравствуйте приветствуем вас на канале натурариум сегодня мы расскажем вам о божьих коровках существует множество видов божьих коровок большая часть их окрашена в яркие цвета божьи коровки питаются тлей и этим заслужили симпатию у земледельцев божьих коровок мало врагов так как они довольно неприятны на вкус характерные особенности божьих коровок божьи коровки ярко окрашены обычно в черно-красный или черно-желтый цвета яркая окраска предупреждает об их несъедобности на нападение божья коровка реагирует непроизвольным выделением едкой гемолимфы а именно оранжевой жидкости с неприятным запахом гемолимфа содержит несъедобные соединения и отпугивает врагов например муравьев и птиц первую пару крыльев божьей коровки образуют две твердые скорлупки над крылья защищающие вторую пару крыльев тогда когда она не летает божьих коровок можно найти в течение всего года если раскопать сухие листья за которыми божьи коровки прячутся в холодное время года но увидеть не прилагая при этом никаких усилий можно только весной летом и ранней осенью зимой они погружаются в спячку часто можно найти большие скопления коровок в укромных местах например под корой дерева летом чаще всего их можно встретить на пораженных тлей розах черешнях и других садовых растениях приглядевшись к растениям можно увидеть яички божьих коровок личинки божьих коровок открыто живут на растениях они очень подвижны и окрашены в грязно-зеленый цвет с красным крапом к тому же божьи коровки совсем не пугливы с легкостью можно наблюдать за тем как они едят зимой среди иголок хвойных деревьев можно найти семиточечную божью коровку чтобы больше узнать о божьих коровках за ними нужно наблюдать и записывать где они были найдены и чем питаются в библиотеке есть книги в которых можно найти много информации о божьих коровках божьи коровки обитают во всем мире однако чаще всего встречаются в умеренном поясе в европе и северной америки относительно редко ее можно встретить в тропических лесах где живет множество других видов жуков чаще всего божьи коровки живут в среде измененной человеком в садах в лесных хозяйствах или на заросших сорняками заброшенных территориях на этих территориях в огромном количестве водится тля которая является основной пищей божьих коровок кроме тли божьи коровки питаются другими насекомыми червицами белокрылками паутинными клещиками существуют также виды питающиеся исключительно растительностью великобритании божьих коровок выращивают для защиты садов от тли на всех континентах их разводят для борьбы с огородными вредителями хороший пример тамуродолия привезенная из австралии в сша для истребления червецов насекомых наносящих большой урон здешним цитрусовым плантациям большинство божьих коровок питается в основном тлей для это мягкотелые беззащитные насекомые высасывающие из растений сок для медленная и слабая поэтому божьей коровки не нужны специальные приспособления для охоты на нее личинка божьей коровки ест больше чем взрослая особь при недостатке тли может питаться другими личинками у личинки челюсти как у взрослой особи большинство божьих коровок размножается весной или осенью самки божьих коровок откладывают в зависимости от вида от трех до трехсот яичек яички откладываются вблизи колоний 3 личинки из яичек двуточечной божьей коровки обыкновенной развивается в течение пяти восьми дней личинка ежедневно съедает от трехсот пятидесяти до четырехсот тлей и достигает зрелости спустя 10-15 дней затем превращается в куколку а ее кокон висит обычно в хорошо заметных местах цикл превращений длится от четырех до семи недель в умеренном поясе молодые и взрослые особи на зиму прячутся в трещины или под кору раз в несколько лет летом пляжи бывают усеяны семиточечными божьими коровками это случается при недостатке тли тогда они мигрируют в поисках пищи в это время они бывают настолько голодны что кусают всех даже людей чтобы удостовериться годятся ли они в пищу численность божьих коровок сильно сократилась когда тлю начали уничтожать с помощью химических средств потому что исчез главный источник пищи божьих коровок в настоящее время их численность восстанавливается так как их стали специально разводить для борьбы с тлей некоторые факты о божьих коровках личинка божьей коровки перед тем как достичь зрелости съедает 90 взрослых насекомых и 3000 личинок божьи коровки бывают полосатыми и одноцветными не у всех есть точки они различаются цветом например двухточечная божья коровка может быть красной с черными точками или черной с красными точками средней азии обитает точечная коровка небольшой черный жук длиной всего полтора миллиметра все божьи коровки имеют одинаковую форму их тела округлые сильно выпуклые сверху и плоские снизу существует один вид перепончатокрылых насекомых который поедает личинок божьей коровки изнутри спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии впереди еще много интересного